Дорожные службы региона в больших количествах заготавливают щебень и битум. Суджанская ДРСУ номер 2 покупает сырье еще зимой, потому что с наступлением жары материал значительно подорожает. На сегодняшний день перед нами террикон щебня, который мы уже получили. Здесь у него находится 15 тысяч кубов. Скажу следующее. Например, в прошлом году наша организация за год получила 450 тысяч кубов щебня, и мы ее переработали. Поэтому в этом году тоже задача выполнить. То есть работа просто большая. Предварительно щебень и битум подвергают лабораторным исследованиям. Материал должен соответствовать ГОСТу. Сущность метода в том, что сейчас при нагревании температуры битум будет размягчаться, и стальные шарики опустят данный битум на нижние поплавки. И аппарат нам покажет, при какой температуре происходит размягчение битума. Так как битум у нас идет на завод 60 на 90, то есть у нас должна быть температура не ниже 47 градусов. Проверенные образцы поступят на завод по производству асфальтобетонной смеси. Сейчас он находится на ремонте, но уже в апреле возобновит работу. Его производительность составляет 160 тонн стройматериала в час. Весь объем пойдет на восстановление дорог. По планам на региональной сети запланирован ремонт на различных участках дорог общей протяженностью более 480 километров автомобильных дорог. Будет отремонтировано 32 адреса, 32 улицы города Курска. Общая протяженность отремонтированных дорог составит более 52 километров. Дороги Курской области в этом году будут ремонтировать с применением современных стандартов и технологий. При выполнении работ по строительству оцениваем, что где-то порядка на 20-30 процентов дороги будут более долговечные, нежели те дороги, которые были построены по более ранним стандартам. Не останутся без внимания и села. Планируется строительство около 32 километров новых дорог в глубинке. Станислав Костиков, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕЙМ.